Хочу поприветствовать вас на втором вебинаре из серии «Перспективные задачи развития производства». На вебинаре вы узнаете, что такое система автоматизации, бизнес-процессов BPM, какое применение они могут найти на промышленных предприятиях и какие выгоды может дать их внедрение. Так, все. Есть ли у вас на предприятии BPM-система? На вопрос давайте ответим в течение 30 секунд. Сейчас он у вас появится на экране. Все прекрасно. Вижу ваши ответы, вижу реакцию. Спасибо. Итак, сегодня наш вебинар будет посвящен BPM-системе от компании Aveva. Раньше этот продукт долгое время существовал под именем Scelta BPM. Далее был назван Workflow Management, но и сейчас переименован в Aveva WorkTask. Это BPM-система с клиентами. И давайте поговорим, для чего ее применяют и зачем она нужна. А, перейдем к краткому обзору Aveva WorkTask. Aveva WorkTask – это классическая BPM-система, которая осуществляет моделирование бизнес-процессов в виде BPM-нотаций, осуществляет обработку и запуск бизнес-процессов, ну и, конечно же, визуализацию в виде уведомления разными каналами связи, такими как SMS, e-mail, пуш-уведомлениями в мобильном приложении, а также в виде пользовательского интерфейса. Назовем его личным кабинетом условно. Если сравнить с цифровизацией, мы поставим датчики на технологическую установку на производстве, подключили датчики к контроллеру, передаем информацию в SCADA-систему, производим управление с помощью исполнительных устройств, собираем и анализируем технологические данные. Целевой же задачей Aveva WorkTask является реализация электронного взаимодействия функциональных команд людей, друг с другом, взаимодействие отделов и сотрудников одного отдела, взаимодействие людей с различными системами. Также Aveva WorkTask предоставляет инструменты для создания электронного документа оборота. Данный продукт направлен на взаимодействие, на процедуры заполнения бумажных документов, то есть устранение бумажного документа оборота при взаимодействии людей друг с другом. Рассмотрим проблемы, связанные с бизнес-процессами и операционными процедурами. Данные проблемы, которые решает BPM-система, в частности, как и Aveva WorkTask, это исполнение стандартных операционных процедур или СОПов. Это однотипное выполнение последовательности каких-либо действий, встречающихся в любых отраслях и на различных предприятиях. Это может быть работа с документацией, инициализация, старт, завершение каких-либо работ, мероприятия, связанные с безопасностью, рутинные рабочие процессы. Данные процедуры могут храниться в виде регламентов или даже в головах сотрудников, кто давно работает с той или иной задачей на производстве. Как пример, можно выделить проблему бумажного документа оборота, систематическое формирование документации в Microsoft Word и распечатка на бумажном носителе для выполнения операционных процедур. Таких как чек-листы, составление отчетов, оформление разрешений на выполнение работы, подписание актов, согласование и другие. Коллеги, я думаю, каждый из нас сталкивался с бумажным документом обороте на производстве, и хочу вам задать вопрос. Он появится сейчас на экране. Как вы считаете, какая проблема наиболее актуальна при использовании бумажного документа оборота? Пожалуйста, покажите реакцию. Вижу, что мнения разделились. Давайте еще подождем. Сейчас коллеги до ответят. И мы продолжим. Все супер. Продолжаем. Секунду. Было проведено небольшое исследование на тему, какие проблемы испытывают компании, а точнее их сотрудники, при использовании бумажного документа оборота. Как мы видим из результатов, основная сложность – это дублирование данных и потеря временных ресурсов на дублирование и поиск копий документов. Одни и те же данные записываются, переписываются в другие документы, например, журналы. И это происходит много часов подряд. Человеческое внимание может рассеяться, и сотрудник может элементарно допустить ошибку, что негативно скажется на точности вносимых данных. На втором месте – проблема архивирования и сложность содержания архивов. Обычно документы хранят около пяти лет. Требуется отдельное помещение и поддержание определенных условий в нем. На третьем месте – проблема контроля выполнения рабочих задач в реальном времени, когда у нас бизнес-процессы или регламенты сформированы в бумажном виде или даже в головах сотрудников. Контролировать выполнение таких процессов онлайн практически невозможно. Это требует дополнительные ресурсы руководителя на проверку всех действий своего подчиненного или доверия со стороны руководителя. Он должен быть уверен, что все требования, допустим, по чек-листу, будут выполнены сотрудникам. Это топ проблем, связанных с бумажным документом оборотом в крупных предприятиях, где есть большое число взаимодействий, либо люди вовлечены в бизнес-процессы. На данном слайде произведен разбор основных проблем бизнеса и производства, связанных с выполнением операционных процедур. В больших компаниях существует более тысячи различных бумажных форм и операционных процедур, или мы их называем СОПы, для обеспечения безопасности, эксплуатации и технического обслуживания. Это создает существенные проблемы в управлении компанией, скорости обработки и хранения данных. Создаются дополнительные отделы планирования и нормы контроля для решения данных задач, что приводит к дополнительным затратам. Также существует риск ошибочного ввода информации, потерянных или неправильно записанных данных. Присутствует человеческий фактор. И также существует проблема доступа к данным. Происходит длительное предоставление актуальной информации для решения, когда требуется решать оперативные проблемы. Также выполнение задач аналитики, проведение аудита. И эти все проблемы приводят к снижению эффективности предприятия и к замедлению инновационного развития производства. Что же мы можем предложить? Это цифровая система. Система исполнения бизнес-процессов, которая позволяет оцифровать и формализировать в цифровом виде процессы взаимодействия людей друг с другом. С системами. В первую очередь, это правильность соблюдения всех шагов стандартных операционных процедур. При работе с WorkTask компании могут отметить для себя три основных преимущества. Мобильность, сотрудничество и новые возможности. Сейчас реалии таковы, что наш ноутбук, планшет, смартфон становятся нашим полноценным рабочим местом. И мы должны иметь доступ к тем инструментам, которые позволяют нам оперативно решать возникающие сложности, возникающие проблемы. И WorkTask дает способ решить данную задачу, предоставляет данные в виде мобильных приложений или в мобильном браузере. Следующий пункт – сотрудничество. Дает предприятию возможность передавать различные ноу-хау, бизнес-процессы от одного человека к другому. Так, если у вас существует бизнес-процесс или процесс работы какой-либо установки, то если он содержится только в голове людей, которые с ним работают, вы всегда имеете риск потерять этот бизнес-процесс, если люди сменят работу. Например, технолог у нас знает, как работает та или иная установка и знает, например, особенности ее обслуживания. То при уходе данного человека потенциальная компания может столкнуться с снижением эффективности производственного процесса, снижением скорости и качества обслуживания. Опыт сотрудников может быть утрачен. Если в компании данный процесс был бы оцифрован и вся последовательность шагов бизнеса, бизнес-процесса тоже была бы оцифрована, риск полной потери и отлаженности действий свелся бы к минимуму. И дополнительная проблема. На большинстве предприятий люди, которые держат все бизнес-процессы в голове, возраст таких людей подходит к пенсионному. И есть риск, что банально человек не успеет передать свой опыт, свои знания новым сотрудникам, либо новые сотрудники его не воспримут или воспримут по-своему. В WorkTask система решает эту задачу, передачу знаний от более опытных сотрудников к новым, только устроившимся, допустим, на предприятии. И также у нас присутствуют новые возможности. Это безопасный доступ к требуемой информации и поддержка принятия решений ускоряет процесс выполнения задач. Банально. Это предоставление информации в тот момент, когда она нужна, в момент работы над процессом, в том числе и в виде пуш-уведомлений, если необходима реакция какого-либо руководителя на тот или иной инцидент. Рассмотрим, как Avevo WorkTask позволяет провести цифровую трансформацию. В первую очередь система позволяет оцифровать бизнес-процессы, шаги, взаимодействия людей друг с другом, взаимодействия с прочими системами. Это переход от бумажного документа оборота к цифровому. Вторая вещь. Это исключение дублирования ввода данных персоналом. В ситуации, когда необходимо ввести во множество систем одни и те же данные, допустим, вот данных в LIMS-систему, в SAP, мы можем просто ввести данные в WorkTask, далее система уже сама отправит данные в другие системы. WorkTask может автоматизировать взаимодействие с различными системами. Допустим, сотрудник при обходе заполнил форму, ввел данные. Сначала данные у нас передаются на сервер WorkTask, а дальше отправляются в системы TAIR, SAP, LIMS. С помощью WorkTask можно создать единую точку ввода информации в IT-систему предприятия. Рассмотрим три шага для цифровой трансформации операционных процессов. Первое – это перевод в цифровую форму стандартных операционных процедур, технических руководств, рабочих инструкций. Второе – это стандартизация рабочих процессов во всех областях. Это как производство, качество, техническое обслуживание. Актуально для компаний, где есть множество предприятий, где существует задача соблюдать регламенты по всей компании на каждом предприятии. Когда данные оцифрованы, их гораздо легче сравнивать друг с другом, легче проверять соответствие, как той или иной процесс исполняется реально по сравнению с тем, как он должен исполняться по стандарту. И третье – постоянное улучшение рабочих процессов на основе расширенного сбора, анализа данных. После того, как мы проанализировали выполненный бизнес-процесс, мы уже можем говорить об улучшении бизнес-процессов. Мы видим узкие места, мы видим, кто дольше всех реагирует при выполнении процесса. Приведу пример. Оператор сообщает о поломке насоса и ждет несколько часов техника, а оборудование простаивает. Мы можем проследить, на каком этапе происходит данная задержка, оценить реакцию людей, реакцию команд. И, соответственно, принять выводы. Например, рассмотреть возможность расширения команд специалистам, возможно, выделение транспорта или каких-либо дополнительных технических средств. Для анализа выполнения бизнес-процессов в Aviva WorkTask существует инструмент Business Activity Monitor. О нем мы еще сегодня поговорим. Все компоненты Aviva WorkTask можно разделить на три группы. Первая группа – это компоненты, связанные с бизнес-воркфлоу. Это их редактор с интуитивно понятной средой моделирования рабочих процессов, создания форм и отчетов. Также движок-обработчик, который отслеживает процессы, отслеживает события и исполняет логику, указанную в блок-схемах. Вторая группа ориентирована на работу с пользователями. Пользовательский интерфейс создается в простом и удобном редакторе с интеллектуальными элементами управления. Хочу отметить, что моделирование, исполнение, анализ бизнес-процессов, также интерфейс пользователя, где он вводит и получает данные, взаимодействует с системой, где оператор взаимодействует с системой – это все веб-интерфейс. Адаптивный дизайн поддерживает браузеры и мобильные устройства. Вы можете открыть как с компьютера, так и с телефона в браузере, и также через приложение. И третья группа – это как раз и есть мобильное приложение для различных платформ. Мобильное приложение для выполнения рабочих задач и процедур сбора данных. Назначенные рабочие задачи загружаются на мобильные устройства для выполнения в режиме онлайн и в автономном режиме. Aviva WorkTask – приложение для мобильных устройств на базе операционных систем iOS, Android и Windows. Рассмотрим конфигурацию пользовательского интерфейса. Конструктор форм – это компонент, который отвечает за создание интерфейса. Логика работы в нем очень проста. Это редактор, в котором существует множество типовых элементов. Путем драк-н-дропа, обычного перетаскивания, на форму строится интерфейс. В основе лежит HTML5. Сам сервер построен и использует инфраструктуру IES, требует сервисную операционную систему в соответствующей роли. Также можно создать более сложные таблицы с помощью CCS-таблиц и JavaScript. Данные возможности существуют, но в большинстве случаев они не требуются. Хочется отметить, что как и большинство современных HTML5 сайтов, здесь применяется адаптивная верстка. Это построение страниц из контейнеров. Система автоматически строит вид для браузера, полноценного компьютера и браузера смартфона. По аналогии, как сейчас мы видим на всех современных веб-сайтах. Заходим с компьютера, элементы расположены широко на весь экран. А через телефон данные элементы уже в браузере в более крупном масштабе для нашего удобства. Также поддерживается отслеживание версий форм. Есть возможность распределять доступность элементов по разным уровням пользователей, кому какой элемент будет виден. Также поддерживается взаимодействие с мультимедиа смартфоном. Допустим, присутствует сканер QR-кодов, RFID-меток. Также поддерживается электронная цифровая подпись. На данном слайде мы видим, как выглядит адаптивная верстка. Как форма выглядит для десктопной версии, так и для мобильной версии. Есть возможность запускать превью отдельно для каждой версии. Перейдем к моделированию рабочих процессов. Моделирование рабочих процессов – это такой же веб-интерфейс. Аналогичный принцип драк-н-дропа и используется метод перетаскивания. Тут присутствуют активити. Это те самые элементы управления, из которых состоит блок-схема. Присутствуют как собственные проприетарные активити, связанные с систем-платформ, смес-системой. Есть и также существуют общие активити. Допустим, согласование, распределение задачи, вызов IP, чтение базы данных, ожидание реакции от пользователей и так далее. Сам бизнес-процесс строится в виде схемы. Используется драк-н-дроп перетаскивание. При необходимости, при глубокой кастомизации, можно использовать скрипты. Также у данного конструктора есть возможность запускать тестовые сценарии. Смотреть, как выполняется логика в различных представлениях, отлаживать ее, анализировать, смотреть, где могла возникнуть ошибка, почему процесс мог не пойти дальше. Далее рассмотрим движок и компоненты, которые выполняют бизнес-процессы. Смоделированные в редакторы и опубликованные, их можно распределять на множество серверов, если мы говорим о сложных системах с множеством бизнес-процессов. Система может быть в резервированном варианте, что обеспечивает ее высокую доступность. Рабочие процессы запускаются по различным триггерам. Может быть ручной запуск нажатию кнопки, может быть автоматический запуск из внешней системы, допустим, через MQTT. Также это может быть запуск по календарю с привязкой к календарным датам. Есть различные инструменты для настройки и эскалации. Настройки KPI, ключевых показателей эффективности. Допустим, если бизнес-процесс не выполнится за определенное время, эта задача может быть эскалирована на более высокий уровень. Также существуют коннекторы Microsoft Outlook, System Platform, Microsoft SharePoint, Aviva MES. Существует также открытый коннектор OPC-UA, но и также есть свой MQTT-коннектор для работы с брокерами. Конечные же пользователи взаимодействуют с Aviva WorkTask через браузеры, любой браузер на компьютере или мобильном устройстве, с помощью электронной почты, SMS и собственного приложения для мобильных устройств. Пример работы приложения показан на следующем слайде. Преимущество работы в приложении – это взаимодействие с мультимедиа и мобильных устройств, использование камеры. Как раз это считывание QR-кодов, штрих-кодов, RFID-меток. В следующей же версии планируется добавить считывание положения с помощью GPS-смартфона, положения пользователя. Второй плюс – это работа через приложение, это возможность офлайн-работы. Ситуация, когда мобильное устройство находится вне сети с сервером, допустим, у нас требуется заполнение чек-листа. Сотрудник заполняет форму с чек-листом, она сохраняется на мобильном устройстве, а как приложение получает доступ к серверу, данные будут загружены на сервер и далее будет исполняться логика процесса. И третий плюс – это получение пуш-уведомлений. Как любое приложение отправляет вам пуш-уведомления на телефон, также это может делать и мобильное приложение WorkTask Pro. Платформа позволяет усуществлять мониторинг и анализ показателей эффективности. Компонент Business Activity Monitor – это внутреннее средство функциональной аналитики того, как исполняется бизнес-процесс. У него есть возможность строить свои КПА, задавать с помощью своих коэффициентов, насколько эффективен бизнес-процесс исполняется. Также существует и штатный КПА – это время реакции, скорость прохождения процессов и так далее. Данный компонент показывает, как исполняются бизнес-процессы, где стопорятся, где присутствует так называемая бутылочная горлышко, от кого, от какого события или человека, сотрудника, ждем больше всего реакции. Также можно отследить в Business Activity Monitor. Цифровизация рабочих процессов в Avevo WorkTask. Avevo WorkTask предлагает платформу для преобразования рабочих процессов в цифровую форму с удобным пользовательским интерфейсом для стационарных и мобильных устройств. На слайде показаны четыре этапа, рассмотрим их. Это первое – цифровизация рабочих процессов и активов предприятия, как я уже и говорил. Второе – это контроль выполнения рабочих процессов. Третье – это анализ информации, исключение повторного ввода данных, сокращение количества ошибок и обеспечение целостности информации. И четвертое – это интеграция с приложениями Avevo и внешними системами позволяет персоналу напрямую получать информацию для эффективного выполнения рабочих задач. Коллеги, хотел бы задать вам вопрос. Как вы считаете, могут ли эффективно работать большие команды без внедрения BPM-систем в современных реалиях? Сейчас данный вопрос у вас появится на экране. Так же в течение 30 секунд попробуем ответить. Так, вижу вашу реакцию. Спасибо. Реакцию получил. Секунду. И в конце презентации хотел бы выделить основные преимущества для компании при использовании продукта Avevo WorkTask. Это оцифровка бизнес-процессов, замена неэффективного бумажного документа оборота и перевод в цифровую форму стандартных операционных процедур, технических руководств и различных инструкций. Это контроль исполнения процессов. Процесс будет выполнен правильно, независимо от того, кем он исполняется. Система просто не даст допустить ошибку. Повышение гибкости процессов. Увеличение числа владеющих процессов конечных пользователей. Скорость реагирования пользователей. Систематизация рабочих процессов. Объединение сотрудников команды. И интеграция с внешними системами. Оптимизация потребления ресурсов. Сокращение эксплуатационных расходов. Далее хотел бы рассказать о истории успехов. В данный момент расскажу про российское использование. Это платформа энергоменеджмента Магнитогорского металлургического комбината. Это достаточно крупная инициатива от ММК с использованием WorkTask. Цели проекта вы можете видеть на данном слайде. Платформа энергоменеджмента состоит из четырех ключевых разделов. Это блок управления идеями. Блок мониторинга. Аналитика и отчетность. Прогнозирование и моделирование. С помощью нее поступило на сегодняшний день более 700 идей. Из них реализовано более 150. На данном слайде вы можете увидеть структурную схему данной системы. Компании проводится реализация мероприятий, предусмотренных ежегодными программами энергосбережения, направленных на снижение расходов всех видов энергетических ресурсов. Компания получила результаты. Это снижение времени реализации проектов на 60%. Снижение объема аварийных потерь энергии и воды. Перевод бизнес-процессов в онлайн режим. Быстрое масштабирование лучших практик. Также рассмотрим норильский никель. Далее рассмотрим оперативное управление горными работами в норильском никеле. Это система электронной подачи заявок на горные работы. Существует горный транспорт, оборудованный взрывозащищенными терминалами, на которые приходят задания водителям машин. Такие как забрать определенное количество руды из точки А в точку Б. Есть диспетчер, которому мастера участков подают заявки. А диспетчер отправляет данные заявки водителям и водители видят у себя на терминалах необходимую информацию. И показан пример реализации на данном слайде. Пример форм, пример самого процесса. Все автоматизировано. Полностью отсутствуют бумажные документы оборот. Водители используют только терминалы. Также присутствуют в системе аналитика, отчеты, KPI. Анализируются причины задержек. Также хотел рассмотреть историю успеха иностранной компании. Ascent Performance Materials. На предприятии была основная проблема. Это отсутствие согласованности процессов производства. Были поставлены задачи отказаться от ручного ввода данных, визуализировать весь производственный процесс, контролировать и элогировать все производственные показатели. И по результатам внедрения компания добилась экономии в размере более 500 тысяч долларов США на коммунальных услугах и расходах на материалы. Более 1 миллиона долларов США экономии было достигнуто в расходах на техническое обслуживание. И внедрение заняло всего 90 дней. Далее, несколько минут хотел бы показать на виртуальной машине интерфейс Avial WorkTask. Вы видите в данный момент виртуальную машину, страницу авторизации. Мы вводим данные. В данный момент мы заходим под администратором и нам доступен весь функционал данной системы. Сейчас из-за того, что виртуалка была неактивна, он немного подтупливает. Все, у нас прогрузилась Enterprise Console. Справа, вот здесь у нас расположены основные элементы управления. Покажу вам, как создается workflow бизнес-процесса, как происходит сам алгоритм. Мы, допустим, создаем новый workflow. Назовем ее, допустим, Test 5. И заходим в сам дизайнер. Слева у нас как раз расположены Activity. И хочу показать вам их большое количество. Это стандартные Activity, которые можно использовать. Групп очень много. Интерфейс строится очень просто. Драк-н-дроп перетаскиваем. Допустим, перетащили, соединили. Также мы можем выбрать, допустим, информационные сообщения, чтобы сотрудникам приходили оповещения. Можем выбрать работу по таймеру. Можем выбрать работы с коммуникационными службами, email, SMS-ки и так далее. Допустим, также могу вам показать. Вот она создалась, она существует. Мы ее можем опубликовать, и она будет выполняться. Также могу показать, как создаются формы. Также все просто. Создается форма. Непосредственно с формами работают операторы. Вот у нас есть холст. И простыми движениями на холст мы перетаскиваем какие-либо элементы. И можем их спокойно настраивать. Допустим, кнопочек добавить. Вот баттон у нас. И можем дать волю фантазии создать. Также мы их публикуем. И они отображаются у операторов. Также можем просмотреть, как эта форма будет выглядеть в превью. Форма будет выглядеть вот так. Мы ее просматриваем. И также можем посмотреть, как она будет выглядеть на мобильном устройстве. Мы видим, как она выглядит. Закрываем. Когда придут задачи, они будут отображаться на главном экране. Вот здесь мы будем по ним шелкать и принимать различные действия. Данный функционал доступен под администратором. Если будет обычный пользователь, у него доступ только к задачам, которые он должен выполнить и что-либо заполнить. Далее хотел бы показать вам анонс наших вебинаров, ближайших вебинаров. Моя презентация закончена. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, поднимите руку и вы сможете их задать. Если вам не хватит времени на оставшиеся вопросы, мы можем ответить по почте. И также я бы хотел задать дополнительный вопрос для контакта с вами. Сейчас он у вас появится на экране. Да, Илья, большое спасибо тебе за презентацию. Считаю, все было очень содержательно. Мы получили несколько вопросов, и часть из них я считаю достаточно важными. И хотел бы отметить их для ответа, сказать, голосом. Вопрос от Валерия. И звучал следующим образом. Если WorkTask позиционируется как вспомогательный инструмент менеджмента знаний, то присутствует ли версионность бизнес-процессов и возможность отслеживать версионность бизнес-процессов внутри WorkTasks? Илья, пожалуйста. Да, конечно, такая возможность присутствует как и в версионности форм, так и в версионности процессов. При работе можно выбрать старую или новую версию процесса. Можно их помечать даже. Да, в дополнение скажу, что WorkTask позволяет перемещать так называемые артефакты. Это единицы, так сказать, проекта. Это могут быть бизнес-процессы, формы, настройки, подключение к баз данным и так далее. От одной инсталляции к другой инсталляции. Что применяется, когда у вас есть продакшн-среда и есть некая тестовая песочница. То есть вы можете проекты свои отрабатывать в песочнице и переносить их в уже продакшн-среду. Ну и, соответственно, также с поддержкой версионности тех самых пакетов, которые вы переносите. Также, Илья, подскажи, пожалуйста, был такой вопрос. Возможно ли, так как мы говорим о том, что это клиент-серверная архитектура, а в том числе потенциально работающая через беспроводные сети, есть ли возможность включать шифрование соединений между клиентом и сервером? Ну, например, при помощи технологии TSL. Да, такая возможность поддерживается. Ее можно настроить в конфигураторе программы. Так, отлично. Спасибо. И также были вопросы касательно максимального количества пользователей и какие-то пользователи. То есть это именованные пользователи, либо конкурентные пользователи. Ну, давайте я как раз добавлю еще про лицензирование и там про пользователей. У нас лицензируется либо по количеству пользователей, как раз конкурентных клиентов, либо по количеству ядер. Клиенты в данном случае безлимитны. Получается, клиенты у нас, если у нас лицензирование происходит по количеству ядер, клиенты безлимитны. Если лицензирование осуществляется по количеству клиентов, то у нас существуют конкурентные клиенты. Так, да, отлично. Спасибо. Да, коллеги, напомню, что если вы хотите задать вопрос голосом, то, пожалуйста, поднимите руку, и мы дадим вот возможность, включим вам микрофон. Также приглашаю вас принять участие в вебинарах, которые пройдут далее в рамках серии. Перспективные задачи развития производства мы сейчас в графике видите на экране. Также мы получили вопрос от Владимира, он был в продолжении моих слов, насчет, с какими песочницами возможна работа. Владимир, я в первую очередь веду песочницу как некую внешнюю от продакшн-среды тестовую систему, который позволяет вам делать какие-то изменения тестовые, то есть такой некий центр компетенций. Ну, то есть, так как, на наш взгляд, бизнес-процессы и системы, правильные бизнес-процессы, это не что-то статичное, это те вещи, те системы, которые постоянно улучшаются, они в первую очередь предназначены для того, чтобы некий процесс формализовать и в дальнейшем его улучшать, исключать бутылочные горушки и так далее, то, конечно, хорошей практикой является применение тестовых сред отдельно от продакшн-среды. Ну, в общем-то, как и в многих крупных IT-системах IT-режениях. Коллеги, если вопросов больше нет, мы благодарим всех за участие и ждем на следующих вебинарах. Ссылку на запись вебинара все участники получат в нашем рассылке сразу же после вебинара. Также запись будет доступна на нашем YouTube-канале. Для тех, кто не смог присоединиться, под видео вебинар будет ссылка на квиз получить решение, где вы сможете ответить на несколько вопросов и получить нашу техническую консультацию. Да, и коллеги, я себя еще добавлю, что не забывайте про наши соцсети, пишите нам, мы всегда рады пообщаться с вами. Если вы считаете, что есть какая-то тема, которую вам было бы интересно и вашим коллегам было бы интересно с нами обсудить, то, пожалуйста, подавайте нам эти идеи. Мы с удовольствием в следующие свои презентации, семинары, вебинары будем, в них будем стараться обсуждать те темы, которые вам будут интересны. На этом все. Спасибо еще раз, Илья, за столь содержательный ответ. Спасибо коллеге, что присутствовали. До скорых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...